...об этом долго. Просто ответим себе на один вопрос. Мы за ранний секс или против? Нет, мы за кофе с соловьем, чтобы у нас отмудахал. Это альтернативные вести недели, и давайте-ка запустим нашу заставочку. Хотя она не наша, а заставочка вести недели. Итак, сегодня в программе МИД Швеции ответил на слова Захаровой о возможном источнике яда новичок. Новичок, дурачок, заскачок у Захаровой был. Захарова, кстати, вызвала всех на ковер, всех послов. Расскажу, что из этого вышло. Американские эксперты российской выборы больше похожи на фарс и маскарад. Облапошивают нашу власть и рисуют Путину аж космические 75%. Хотя я думал, что она рисует все 80%. Эксперт прокомментировал указ Путина об учениях для военнослужащих запаса. Не успел Путин получить высокие рейтинги доверия среди граждан. Как тут же подписал указ о том, что эти граждане должны пройти военные сборы с очевидной целью, чтобы потом их отправить в качестве пущенного мяса. Куда? Расскажу. Лукашенко рассказал Астахе России потерять Белоруссию. У Александра Григорьевича на этой неделе вообще язык так развязался, что... РБК объявил об отзыве работающих в Госдуме журналистов. Харасмент Аслудским продолжается. Не с Леонидом Слудским, не с футбольным тренером, а с депутатом Государственной Думы от ЛДПР. Волоколамске за день 68 детей обратилась за медицинской помощью. О власти Подмосковья сказали, никто не обращался. Митинг, протест и подавление возмущающихся граждан Волоколамске. Захвативший заложников Афранции требовал отпустить организаторов терактов в Париже. ЕС как прибежище террористов, а в частности, конечно же, Франция. Давайте начинать. МИД Швеции ответил на слова Захаровой о возможном источнике Яда Новичок. Это неприемлемо и необоснованное обвинение российского МИДа, что нервно-политический газ, использованный в Солдбере, мог быть шведского происхождения, написала представитель МИД Швеции Валестрем. Вот как себя ведут хладнокровные убийцы. Они, а, до конца отвергают вину за содеянное, вспомним Сергея Лаврова с фразой «Мы здесь ни при чем». И, б, хладнокровные убийцы стараются переложить вину на других. Или, как мой отец говорит, переводят стрелки. Теперь в этой связи вспоминаем мою Захарию с фразой, что «Новичок – это газ» ввели в разработку такие страны, как Швеция, Словакия, Чехия, США и сама Британия. То есть, вместо одного скандала с Британией, чтобы отвести от себя подозрения, наш МИД клевещет на еще пять государств. Таким образом, вместо скандала с одной страны, мы получаем скандал сразу с шестью странами, далеко не самыми отсталыми вверх российской дипломации. Просто нет слов. Также в непростой и непробиваемой ситуации Мария Захарова называет главу Медбритании «дурачком с новичком». Вместо пришедшего дипломатическому работнику холоднокровия Мария Захарова спускается на личности. Что это означает? То, что у дипломатических работников России сейчас буквально задница горит, и задница горит, и персональная задница у Лаврова горит из-за скрипаля. Ведь надо объяснить всему миру, что это не Россия по приказу Путина провела чудовищные атаки с использованием химического оружия, разработанного в России, и не задекларированного Россией в организации по запрещению химического оружия ОЗХО. С самим этим ОЗХО также вышел скандал. Британия говорит, что она туда обращалась, и именно ОЗХО провело расследование, что ГАЗ, новичок, был в багаже дочки Скрипаля, когда она вылетала в Москву. То есть, по этой версии, Британия, ну, никак не могла сама подсыпать яд Скрипалю. А мы говорим, что они, ОЗХО, британцы, туда не обращались. Не обращались, когда с помощью этого самого ОЗХО было проведено расследование британской контрразведкой Ми-5. И как насмешка российских властей уже над семьей Скрипалей выглядит то, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело об отравлении гражданина Российской Федерации Юлия Скрипаль. То есть, мы сначала травим своих предателей, а потом возбуждаем дело об их отравлении. Политическое, даже не политическое, а структурно-правовая какая-то шизофрения получается. Идем дальше. В воскресенье. Любимые всем и многим, в частности, моим отцом, американские эксперты. Ох, как он от них высказывается, это надо отдельное видео делать. Ну так вот, американские эксперты, российские выборы больше похожи на фарс и маскарад. Кандидаты играют определенную роль в этом политическом театре абсурда, чтобы все это выглядело как конкуренция. Но это фальс. И хорошо, что Собчак пока не наказали за слова Крыма, это Украина. Ксения Собчак была выбрана как кандидат от либералов, потому что она не представляет никакой угрозы для путинского режима. У нее гигантский антирейтинг. И этот человек с гигантским антирейтингом баллотируется в президенты. Ну, всем понятно, что для чего? Для самопиара, и ее одобрили в администрации президента, именно потому что у него гигантский антирейтинг. Вот такой вот системный подход к выборам у нас в стране со стороны США. Учитесь, путинские тролли. И еще эксперты из океана говорят, что Явлинский – это отработанный материал. А Грудинин, на которого ФСБшники сливали тонны компромата, прославляют Сталина. И поэтому за него мало голосуют. Кстати говоря, в сталинское время Грудинин был бы давным-давно раскулачен. От и до, до трусов. А как? А так как он имел счета в швейцарских банках, недвижимость в Прибалтике и миллионы денег, словом, настоящий коммунист. Да, казалось, что Собчак, так как ее не воспринимали, Собчак всерьез не воспринимали, если и не победит, то займет хотя бы третье место. Не получилось. Кремлевский расчет господина Киригенко и прочих тут оправдался в полной мере. Обидно мне за Ксюшу. Ее даже в Вашингтоне называют клоуном в юбке. Хотя она туда ездила, так сказать, помолиться на завтраке. Интересно было наблюдать за противостоянием коммунистов России на этих выборах и КПРФ, как они 5 марта выстроились в очередь и чуть не подрались за право возложить венок хозяину всего зла в Советском Союзе. И коммунисты России возложили цветы к могиле Ковбы первыми. Это так, штрих политической кампании в России. И мы видим, как Кремль искусно стравливает союзников по лагерю между собой, руководствуясь древним принципом разделяя и власть. То есть, сталинистов, которые, очевидно, представляют коммунисты России с коммунистами, ну, КПРФ, либералов с либерторианцами, ну, тут под либералов я, наверное, либерал Собчак и либерторианец, наверное, Навальный. Потому что Навальный, конечно, еще жестче была предвыборная программа, чем у Собчак. Хотя его не допустили. И именно потому, что его не допустили, потому что он имел высокую степень одобрения в нашем обществе, пришлось таки Собчак. Ну, чтобы кто-то был для, так сказать, пускания пыли в глаза, представлен на либеральном фланге нашей политической системы, ну, который, конечно же, сама персона этого кандидата от либералов дискредитировала само либеральное движение у нас в стране. Конечно же, в этом отношении Ксюша Собчак, Ксения Собчак, это идеальный кандидат. Бизнесменов, да, сталкивает бизнесменов с демократами. Эта тактика работает. Собчак ссорится с Навальным, раскол у коммунистов и так далее. Я бы вообще для того, чтобы выборы в России не были бы клоунадой, сделал бы второй тур обязательным. Ну, то есть, тот, кто занимает первое и второе место, схлепнулись бы на дебатах тет-а-тет. Почему хорош был бы именно такой вариант? Потому что тогда дебаты не были бы с лавином, пометом, где просто кричат и орут друг на друга. Но, но, Кремль мыслит по-своему, по-чеки-ски. Надеюсь, все-таки это были не последние выборы в Российской Федерации, как у нас убеждал Владимир Вольфович Жириновский. А следующие пройдут высокой конкуренции с мощнейшей интригой. Но верится с трудом. Ведь бывало так и не раз, что демократия рушилась в самых передовых странах. А на ее место приходила тирания. Но также Путин, конечно же, осознает, как заявляют американские эксперты, то, что есть такой риск, не знаю, насколько он есть, но, тем не менее, если все-таки Путин добровольно уйдет, вот именно добровольно уйдет, по примеру, Ельцина, ну, скажем, примерно в 2024 году, то его посадят. Такое может быть. И пока он не подыскал не просто преемника, а не выставил такую политическую систему, что после его реального де-факто ухода от власти его бы на стране не посадили бы, пока он останется президентом России. Возможно, пожизненно. Это факт, который не стоит никого забывать. Особенно это хорошо видно на примере Франции, о которой у нас сегодня пойдет речь, когда там Николя Саркази арестовали бывшего президента Франции. Вот так же и Путина могут арестовать за развязывание войнушки на Украине. Ну, лет через 10-20, может быть. Надеюсь, про выбор вам все ей ясно. Так, в понедельник эксперт прокомментировал указ Путина об учениях для военнослужащих запаса. Военный эксперт, полковник запасе Виктор Литовкин, который мой батя бы грохнул за такую фамилию, ведь у нас с Литвой непростые сейчас отношения, объяснил, что эти военные учения, ой, в смысле, военные сборы, проводятся для того, чтобы военнослужащие запаса подтвердили и обновили свои навыки военных специалистов. Как правило, ежегодно привлекаются 5000 человек, рассказал Литовкин. Также они в это время получают зарплату от Минобороны в зависимости от занимаемой должности. Когда же и где пройдут эти сборы, пока неизвестно, но это довольно тревожный сигнал, ведь первый указ после получения более 75% голосов россиян за Путина имеет значение. Да, де юра, первый указ нового срока Путина будет после его инаугурации, я бы даже сказал, интернизации на трон после 7 мая. Но всегда приваривают факт не де юра, а де факто. И вот де факто, после того, как за 75% за него проголосовало, Путин первый указ подписывает о военных сборах. Готовится какая-нибудь войнушка, видно. И как раз, думаю, после чемпионата мира по футболу аналогия с Олимпиадой в Сочи тут подходит наибольше. Как говорят на Украине, наибольше. Все сроки правления Путина, начиная от далекого 1999 года и заканчивая нашим временем, не обходилось без войны или военных операций, в которых участвовала Россия. Первые два срока, это вы помните, война в Чечне, которая официально закончилась, я вам напоминаю, лишь в 2009 году, когда была операция «Приемник». Ну, то есть, когда Медведев руководил, а Путин был премьером. Сакральной жертвой для нашего кровавого диктатора стала Грузия в 2008. И он даже для этого, мы все прекрасно помним, приехал в Владикавказ, чтобы командовать операцией по захвату Грузии лично. Ну, а на третьем строке зеленые человечки из России появились в Крыму и на Донбассе. Кстати говоря, любопытная деталь, что без опознавательных знаков воевали в Советском Союзе, причем не только в Афгане, а еще даже со времен войны на Халкин-Голе. И, по-моему, лишь только Великая Отечественная война мы воевали с опознавательными знаками, ну, то есть это погоны, это нашивки на формы, какому роду войск принадлежит тот или иной военнослужащий и так далее. Во всех других войнах Советский Союз воевал без нашивок, потому что неофициально Вьетнам, Северная Корея и так далее. И Путин этим указом подчеркивает свое реноме, конечно же, кровавого диктатора, который развязывает и с охотой и с желанием участвует в военных операциях по всему свету. Историческая параллель в этом указе также очевидна. Если помните, то в 1930-х годах проходили тоже много военных учениях и сравнительно небольшие воины в Финляндии, разделовала Польша. Тогда в СССР думали, что они будут воевать малой кровью, да, на чужой территории, а получилось большой кровью, да и на своей территории, в 40-х, роковых, но почти сразу же после тех учений. Вот параллель очевидна. Так что действительно может грянуть такая большая война. Не скажу, что мировая, но региональный конфликт, хотя он де-факто уже идет в Сирии. Он де-факто уже идет в Сирии, но Сирия как-то воспринимается в сознании большинства россиян довольно-таки далеким местом. Туда еще надо долететь, доплыть. А вот когда, конечно, пусть и война с меньшей интенсивностью и меньшим числом жертв, но идет прямо в твоих границах, я ни на что не намекаю, но мой намек всем ясен, да, то это уже другой калинкор, согласитесь. Тут уж сразу такая буча поднимается, как и у либералов, так и у патриотов. Путин сказал, что не будет препятствовать выборам украинского президента здесь в России, возничества от Киева. Но его явно задело то, что в Украине не дали проголосовать за него. Меня, кстати, это тоже бы задело, и мы понимаем, что из-за этого, ну да, не будет он, скорее всего, чинить препятствия украинцам голосовать здесь, в России. Но вполне может получиться так, что когда украинцы будут голосовать за своего президента здесь у нас, то российские танки будут в аэропорту Борисполи или где-то неподалеку, а голосовать граждане Украины смогут только заставленников Кремля. Кстати, насторожиться стоит Белоруссии и Казахстану, а то мало ли что, вдруг российские власти их будут принуждать к миру. Вторник. Герой, ну, лично для меня, герой недели. Да, Лукашенко. Лукашенко рассказал Астахе России потерять Белоруссию. Александр Григорьевич считает, что россияне всегда помогут его государству, поскольку боятся его потерять. Люди говорят все про Украину, да про Украину. Вот сейчас, кстати, я как раз и говорил про Украину. Поэтому, выскажите про Белорусь. Братья из так называемой Белой России демонстрируют верх грамотной и умелой политики. Судите сами, белорусцы покупают у нас ГСМ-материалы, а потом их втридоргоперепродают украинцам, чтобы те гнали русских оккупантов с донбасской земли, прикрываясь словами, да мы же, братья, продайте нам энергоресурсы подешевле, подешевле. И Путин на это ведется. И Лукашенко Путина разводит, ну просто как лоха. Мы все прекрасно помним, что когда ввели антисанкции, то на наших прилавках появились знаменитые притча о языцах белорусские креветки и мидии с их знаменитого моря. Понятно, стране, не одаренной энергоресурсами, это я про Беларусь, надо как-то вертеться. Потом, сразу после этих креветок, встал вопрос о целесообразности таможенного союза, единого государства с Беларусью, которого, на мой взгляд, не получилось. Как бы ни старались страны, они остались все-таки де-факто независимыми друг от друга. Стоит отметить и улучшения внутри самой Беларуси. А это то, что Лукашенко разрешил совершенно легально, и не обливая, и не облагая какой-то данью добывать криптовалюту, в отличие от кое-кого. Александр Григорьевич учел ошибки своего предыдущего правления и помиловал оппозицию внутри страны, в результате чего с него были сняты европейские санкции, и как результат этой синергии, гражданка Беларуси не так давно получила Нобелевскую премию по литературе, Алексеевич ее фамилия. А вот и россияне последний раз получали Нобелевку еще при Савке. В отличие от нас, русских людей, беларусы очень культурный народ. Я сам видел, как наши болельщики хотели подраться во время чемпионата мира по хоккей 2014 года в Минске с беларусами. Ну, подраться это громкое слово. Скорее пристали к беларусам, но те им ничем не ответили. А теперь представьте ситуацию наоборот. Да что бы было бы с теми беларусами, если бы они приставали к русским в России? Их бы избили бы, вот и все. Александр Григорьевич в последний раз грохнул человека в 2010 году, когда суд в Минске приговорил террориста к вышке, то есть к смертной казни. Помните был взрыв беларусского метро? А у нас Владимир Владимирович грохает всех без всякого суда. А зачем суд? Тогда же есть чекистские методы. Как из обычного оружия посредством зеленых человечков, так и газом новичок. Чувствуете разницу? То есть там, в Беларуси, смертная казнь, она с точки зрения права легитимна. А тут Путин всех чекает без суда и следствия, кого сейчас сочтет неблагонадежным. Да и не только здесь. В Британии, да. Во Франции, в Германии и по всему свету в США три раза, что ли, он там его спецслужбы хотели траванить Владимира Карамурзу-старшего. Кстати, может поэтому беларусы истинно вежливые люди, потому что там введена смертная казнь. Но это так, к слову. Особенно могу выделить у беларусов современные и комфортабельные автобусы и троллейбусы с Минского автосовода и особенно троллейбусы. Мне нравится. А наш Лиаск в одном месте между нас. Если и победил кто-то в русско-украинской войне на Донбассе, так это без привлечения Беларусь. Это точно. А вот их их знаменитую группу Песняры я не люблю. Группа на редкость Дрянь. Ну и Александр Григорьевич, конечно же, все видели интервью с Ксюшей Собчаком на канале Дождь. Там разогранничался, сказал какие камеры, какие нахрен камеры. Все равно посчитают, как за Путина. Это лишняя трата денег. И тут он прав. И тут он прав, потому что мы все знаем, как считают у нас на выборах. Вот такая вот отдельная стопочка 150 фейковых фамилий, как говорили в старину Мертвого душ, лежит вот так вот отдельно справа за Путина. И потом, после подсчета всего голосования, вбрасывают эти бюллетени. Или даже можно не вбрасывать, а просто считать за Путина. И вписывают потом в протокол. И этот протокол отправляется в газвыборы. Исходя из этого, ну, тратить многомиллиардные деньги на видеокамеру не представляется. Ну, просто не представляется возможным. Зачем? Когда все оно почитают, как надо. И тут Александр Григорьевич прав, прав. И еще раз прав. Продолжаем РВК. РВК, да. РВК, тема с РВК, РВК объявил об отзыве работающих в Госдуме журналистов. Они не будут работать в этом маразме с 21 марта. А Госдума, говорю вам, это полный маразм. Потому что все важные решения принимаются у нас в администрации президента. Так, это решение было принято. Ну, отзыв журналистов РВК, кстати говоря, не только РВК отзывает своих журналистов. Лента, РОЭХа, Москвы и так далее. Так вот, после заключения Думской комиссии по этике, которая не нашла нарушений поведения депутата Слуцкого. Этим решением комиссия по этике по сути признала нормой изнасилования журналистов депутатами Государственной Думы. Мы прекрасно видим, да, комиссия по этике депутатов Госдумы, в которую входят. Ну, кто бы вы думали, депутаты Государственной Думы, они же не будут против своего голосовать, против своего свидетельствовать. Надо было журналистам, вот этим самым, которым приставал Слуцкий, было обращаться, писать заявление официальное в Генпрокуратуру с просьбой начать расследование в Следственный комитет, пожалуйста, насчет депутата Слуцкого. Для этого прокурор должен там выступать в стенах Государственной Думы и говорят, что вот есть факты, надо на время следствия лишить депутата Слуцкого депутатской неприкосновенности, все тщательно, расследовать. Ну, тут какая-то вот захотели, мне кажется, РБК и прочие СМИ скандала, простого скандала, а не выяснение, кто прав, кто виноват. Ну, по той причине, по которой я уже сказал. Тогда будут эти самые журналистки, которые обвиняют Слуцкого в харассменте, ну, просто бы написали заявление, они не написали заявление. Ну, а Думская комиссия по этике, ну, что это по сравнению там с прокуратурой или со следственным комитетом, это пшик на постном масле. Да, есть один нюанс, так, не имея простого, вот сейчас, минуточку, я, а, так, она хотя бы, так, то есть, есть один нюанс, доказать, что, да, кстати говоря, вот, доказать, что депутат, что депутат Слуцкий приставал к журналисткам, будет довольно-таки сложно, если все-таки дело дойдет до суда, ведь под домогательствами можно принять и простой взгляд депутата на журналистку, простое подмигивание, должны быть понятные критерии, что считать домогательством в уголовном кодексе, а что нет, ну, например, нельзя женщин трогать за грудь, нельзя, нельзя, все, и за попу нельзя, а мужиков запросить и анус, за это штраф там или арест, но в уголовном кодексе и в других тоже нет такой статьи за домогательство, есть статья за изнасилование, ведь понятно, что такое изнасилование, это когда женщина пытается тебя ударить, а ты с нее снимаешь трусики в этот момент, а что же такое домогательство, тут же скажут, да она сама пришла в мой кабинет, и надела юбку покороче, ну или там, да, я просто тебе подмигнул, а ты не так поняла, я так далек от высоких моральных принципов, я считаю, что талантливый журналист, простите, но пойдет даже на постель с депутатом, лишь бы узнать компромат на этого самого работника парламента России, потом всем рассказать в журналистском расследовании, в этом плане мы не Америка, тут в России постель это инструмент добычи информации, а не просто скандал какой-либо, пример с Настей Рыбкой, тому подтверждение, в нормальном обществе депутата, если обвиняем, в харассменте, а он в реальности образцовый семьянин, и прочее, он идет в суд о защите своей чести и достоинства, то есть он подает встречный иск, но Леонид Слуцкий молчит и не подает встречный иск, не, так сказать, контратакуют, это о чем говорит, о том, что он таки приставал к журналисткам, но он получается так, а иначе ты должен идти в суд и обращаться на этих самых журналистов, а молчание это косвенно станет Слуцкого, это косвенно его признак вины, чтобы там у него не было с этими девушками из РБК, жал, что канал, который представляет интересы бизнеса, то есть еще один канал связи бизнеса и власти, вот этим самым харассментом разрушен, да, до основания, что там говорил Путин, развитие частного бизнеса в Российской Федерации, да, забудьте, забудьте лет еще на 6, даже если журналистка делает карьеру, ну или актриса, я бы измени, я бы карал уголовной ответственностью продюсеров и актеров, да и депутатов с журналистками, которые через секс, через постель поднимаются по ступеням вверх своей карьеры, с этого надо начинать, а потом может заниматься харассментами, медовых ловушек быть не должно в нашем обществе, ну или они должны быть только у спецслужб, кстати говоря, вот тоже у журналистки там, ну ты обвиняешь депутата в Слуцкого, что он к тебе приставал, ну ты журналист, у тебя, я извиняюсь, прослушающие устройства, у тебя видео, аудиоаппаратура, ну ты предъяви нам, ну предъяви, скажи, вот он в лифте ко мне подошел, за задницу меня схватил, мне стало неприятно, но ведь этого не происходит, почему, загадка, наверное, нет материалов, а раз нет этих материалов, то это из строения стоит выеденного яйца, как бы тут яйцо не место было, так, идем дальше, Волоколамский, возмутительный случай, за день 68 детей обратилось за медицинской помощью, из-за плохого самочувствия, а раньше в среду обратилось в больницы и поликлиники 77 детей, как подозревают журналисты настоящего времени и портала Медузы, которую я сейчас вам показываю, дети почувствовали себя плохо, из-за газа, выделяемого, да, да, той самой свалкой, которую Путин потребовал закрыть на прямой линии с гражданами летом 2017 года, прошло полгода, и что же губернатор Подмосковья Воробьев, а ничего, он установил там, на полигоне Ядрово, или Ядрово, аэрозольные пушки, но чтоб свалка не так сильно воняла, дело не в том, насколько она сильно воняет, а дело в том, что она вырабатывает ядовитый газ, являлась объектом повышенной химической опасности, всего пострадало, как я уже говорил, 77 детей, и это только за два дня, не, но, замминистра по здравоохранению Подмосковья, Владимир Ящук, их не заметил, более того, эта лживая скотина заявила, что взятые у них анализы крови не выявили следов вредных газов, это со слов чиновников, была просто у детей аллергия, и никто не был госпитализирован, ага, аллергия, а тут хотелось задать вопрос мне к этому чиновникам, этому ящуку, плещуку, аллергия на что у детей? на эту самую свалку? Ну, так, никто не был госпитализирован, а потом из 77 детей в 50 как-то оказались на больничных койках, возмущение граждан не было предела, и около больницы, где лежат 50 детей, которая отравилась этой самой свалкой, начался стихийный митинг протеста, до такой силы, ух, что пришлось самому губернатору Московской области снизойти гражданам, так сказать, явиться, не запылиться, приехать на место ЧП, где люди скандировали ему позор, убийца, в отставку, мне запомнилась там одна фраза, высказанная жителем Волоколамска, если мой внук помрет, то я тебе подмосковный губернатор единоросс, твои очки тебе же в задницу и засуну, и так с этими хуями Кремля и не надо обращаться, а через минут 10-15 Воробьева взяли кольцо, недовольные граждане, хотели его рассерзать, люстрировать, и приехал ОМОН его позволять и силой подавлять жителей этого самого Волоколамска за то, что они фактически собрались свергать власть в Подмосковье, а в общественной палате сказали журналистам не надо вокруг этого нагнетать ситуацию, выброса вредных веществ не было и быть не может. И действительно никакие федеральные каналы не освещали массовую акцию протеста в поддержку тех детей, которые траванулись газом. Именно такие новости им надо давать в эфир федеральных каналов. Я так считаю, это моя принципиальная позиция. Ведь что произошло в Волоколамске, власть по сути сказала, нам насрать, дышите этой помойкой, этой отравой. Россия это гигантская помойка, а вы наша челядь. Челядью можно дышать только помоями со свалки. А это проблема, ведь со свалкой решается довольно-таки быстро. Сейчас строится мусоросжигательный, мусороперерабатывающий, мусорополовильный завод на этой свалки. Ну, пусть да, де-факто в среднесрочной перспективе это может и не оказать никакого эффекта, но жители Волоколамска будут хотя бы видеть, что ну, власть что-то делает, не тупые вот эти вот самые аэрозоли поставил, чтобы воняло меньше, а ну, реально, стоп, или там этот самый объект пожигания мусора, да, ну, да, пока ситуация трудная, но, а ведь нет, просто поставили де-факто гигантские вентиляторы и все, блядь, ну, это уже вообще ни в какой рамки не везет, а. Это профанация со стороны подмосковных властей, и как же мне тут не вспомнить незнакомого на Луне, помните, да, да, на Луне строились заводы, чтобы местные жители дышали отравой и считали это нормой благодаря продажным журналистам. Носов описывал это с жизнью в США, но в США это уже давно в прошлом, они там помешаны на экологии, все эти контейнеры для раздельного вывоза мусора, эти все специальные магазины для экологически чистых продуктов, штрафы предприятиям за выбор средних вечерств, эти говорят, на моей памяти есть у нас экологическая прокуратура, но ни одному предприятию в России штрафы ни разу не выписало, хоть какого-то либо, вообще, ни разу такого не было. Все наши, кто в Америку приезжал лет 11 назад, первым делом отвечали, что воздух в США намного чище, чем у себя на родине, короче говоря, мы изгадили родину, вот и все, там бы после такого просто бы жители сняли губернатора со своего поста, местная экологическая полиция на него потом возбудила уголовное дело, об этой службе экологической полиции россияне пока что только жители Подмосковья, в частности, могут только мечтать, мы превратились в эту луну из романа Носова с фюрером во главе России свалка это, да, ну, что тут посоветовать жителям, очень простой ответ, так бы, кто кому не нравился, уезжать куда подальше, уезжать куда подальше, но если там так все серьезно, другого выхода я просто не нахожу, ребят, что интересно, там этого самого Воробьева яйцами что ли, да, яйцами яйцами закидывали недовольные жители и он получил за свои заслуги вопрос, когда за свои заслуги получит власть, которая выше Воробьева, это большой вопрос, идем дальше, пятница, срочная новость пришла, ну, когда я записывал эту программу с пометкой молния в Яндексе, у меня все новости выстроены, ну, что Яндекс выдает, то я и пишу, что мне нравится, но еще заглядываю в Мейл.ру, ну, так вот, зломомишник, который захватил заложников в супермаркете в французской деревне Треб, требовал отпустить организаторов теракта в Париже, он выходец из Марокко, у него про себе ножи, огни, огнеметы, гранаты, нет, пока у него нет огнеметов, а также, с его слов, он хочет отомстить за Сирию, вот она, геопа, я тут не собираюсь уж жутко критиковать ЕС, но если уж вы Евросоюз, а Франция это член основатель Евросоюза, то у вас должна быть единая спецслужба, и границы открыты должны быть только внутри самого ЕС, то есть, езжая из Швейцарии во Францию без паспорта, без досмотра, но если ты хочешь, например, плыть паромом от Марокко до Италии, то тогда уже будь готов к тщательному досмотру и обыску, это не крах шенгенской системы, должен быть, вот такая система должна быть выставлена в нормальном Евросоюзе, а то получается Франция и Германия поссорились из-за того, кто главней и договориться не могут, ну кто главней ЕС, понятно, это конечно же не идет на пользу самого Евросоюза, теракты во Франции, в Германии, конечно же Россия и Путин тоже на этом играет, понимание Путина реально единое, объединенное, без всех недостатков Европа, а не то, что сейчас несет угрозу для нашего государства, ведь в Третьем Рейхе кто только не воевал, и Румыния, и та же Франция, а уж за Францию 1900, 1800, 19 года, так уж вообще получается таким образом даже и здесь Володська виноват, потому что он играл на их самых кто главней Франции или Германия, и что получилось, они напустили мигрантов, за этим совершенно не уследили и получили террористические акты, вот как результат. Создаются такое неприятное впечатление, что терроризм всех победил и побеждает толерастичную Европу, да, христианскую Америку запросто фашистскую Россию, теракт на теракте. Путин, кстати говоря, и сам берет тактику террористов на вооружение, посмотрите, да, как разделался он со скрипалем просто лих, прилюдно, идти, не идти на переговоры с террористом не знаю, но знаю точно, что пора всерьез и надолго укреплять внешние границы Евросоюза и создать такую единую службу безопасности всего Европейского Союза. Это надо сделать, не говоря уж про выборы президента ЕС, именно президента ЕС, а не какого-то там генсека. Ну что ж, на этом подошло все, наш эфир подошел к концу, спасибо за внимание и еще как минимум 6 лет тирании, друзья, с чем вас и поздравляю, пока. Субтитры